Сегодня парламент должен был рассмотреть вот ум недоверия правительству, но правящая коалиция заседания сорвала. Инициаторы отставки, депутаты партии социалистов, примкнувшие к ним ПКРМ и ЛДПМ, заявили, что правительство в угоду МВФ переложило на плечи граждан ущерб от кражи миллиарда. Правительство уверяет, что это популизм. И тем не менее, каждый из нас вправе знать, залезет ли власть в наш карман. И самое главное, можно ли от этого защититься. Разобраться в этом, я считаю, дело принципа. Вы смотрите АКЧНТВ. Мы запускаем проект «Дело принципа». Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях Николай Киртуак, аналитик, политолог, человек, придерживающийся, я бы сказала, оппозиционных взглядов, потому что он очень часто критиковал власть. И Евгений Карпов, депутат от Народно-Европейской партии Республики Молдова. И вам здравствуйте. Добрый вечер. Напомню только, что его партия подписала соглашение с правящей коалицией о сотрудничестве. Кроме того, Юрий Лянко заявил, что на месте премьера Павла Филиппа он бы сделал то же самое. Давайте вначале разберемся о том, как это происходило. Вот сам фон, да, когда идет заседание постоянного бюро, потом через два часа назначается заседание парламента, потом правящая коалиция на него не приходит. И господин Виктюк, вице-спикер, заявляет, что теперь эти законы должны быть промульгированы президентом, то есть вот он провалился. Господин Киртуак, как это выглядит? Ну, сразу у меня лично сложилось впечатление, что это уже дежавю, это уже случалось. Когда заседание парламента по ключевым вопросам фактически объявляется чуть ли не накануне. Речь идет просто о назначении на должность всех министров и нынешнего премьера, то есть всего кабинета министров. Это происходило примерно по тому же сценарию. А второе, помните, когда Ионус Турзу выдвигали на пост премьер-министра, аналогично проверенный способ нету кворума. То есть нет людей, нет депутатов в зале заседания, значит как бы и нет ответственности, что в принципе, конечно, это уже вопиющее нарушение всех возможных политических норм. Я уже не говорю о том, что эти так называемые избранники народа просто-напросто должны хотя бы выслушать оппозицию. То есть если раньше были какие-то попытки создать впечатление, что нынешнее правящее большинство намерены как-то поддерживать какой-то диалог, пусть не очень-то конструктивный, сейчас диалога просто нет. И это уже на грани издевательства. По вопросу, который, конечно же, волнует общественность в той или иной степени. Ведь речь идет о том, что вы на плечи, когда вы граждан, нас с вами, и не только нас, но наших детей и внуков, в течение 25 лет мы должны выплачивать те денежные средства, которые около 13, не около, 13,5 миллиарда, плюс еще деньги, которые были в трех этих криминальных банках, эти превращаются как бы в государственный долг, а это на самом деле общественный долг, нас с вами, потому что государственный бюджет пополняется за счет фактически нашего участия в этом деле. И буквально последнее, что действительно такое впечатление, что идут какие-то не столько в отсутствие диалога, на самом деле власть пытается всячески передергивая и пытается представить так положение, что якобы подписание договоренности СМВА является исторически важным, можно жертвовать чем угодно, а те, кто не принимает этот пакет из семи законов, чуть ли не являются врагами молдавского народа. Господин Карпов, вы сегодня пришли на это заседание? Да, я был на заседании, конечно. Вот как вам среди ваших коллег ощущалось? Представителей правящего большинства в зале не было. Некоторые написали, знаете, это все равно как позвали на день рождения, а хозяева просто взяли и ушли, и сказали, дальше вот как бы ничего не будет. Вот что вы можете сказать? Да, я могу сказать, что в принципе закон и конституция предусматривают право как правительство принимать ответственность перед парламентом за определенные законы, так и групп или парламентских фракций объявлять вот умнедоверие правительству. И это все в рамках закона. Конечно, этот вот умнедоверие логически и практически должен иметь место в зале парламента, дебаты должны быть дебатами. Те, кто этот вот умн объявили, должны иметь право объяснить, почему они просят вот умнедоверие. И, соответственно, правительство и власть должны нести ответственность за те решения, которые приняты, и пытаться каким-то образом объяснить, что и почему происходит. Ну, с моей точки зрения, есть два аспекта. Вы отметили, что Юрий Лянк говорил о том, что другой возможности эту ситуацию решить с той огромной суммой денег, которая исчезла из банков, которая была выкрадена из трех банков, чтобы как-то восполнить те гарантии денег из Назбанка, другой возможности не было. Я лично не слышал другой формулы решения этой проблемы. Тем не менее, у меня есть несколько вопросов, которые я считаю принципиальными. И это не только у меня, а у нашей партии, это и со стороны двух депутатов фракции, которые у нас есть не фракции, а группы. Не фракции, вы независимы. Да, группы, да, от Народно-европейской партии. Для меня абсолютно ясно, что вопросы такой важности должны обсуждаться перед принятием таких решений. Вот с вами соглашусь сразу. Обсуждаться они должны на уровне гражданского общества и населения, с другой стороны правительства. Правительство, это для меня и власть, это Назбанк должен объяснить политику, как эти деньги были выданы тем трём коммерческим банкам и как эти деньги будут возвращены. И второе, министр финансов должен был выйти и объяснить, что вот у нас стратегия такова. Есть условия Международного валютного фонда, есть условия наших международных партнеров. Эти условия важны для того, чтобы, я не знаю, сохранить финансовую стабильность, поддержать всю банковскую систему, продвинуть экономику и так далее. В этом случае множество вопросов бы отпало. Правительство почему-то этого не сделало. Да, у меня для вас две новости. Первое, министр финансов, возможно, очень расстроен, поэтому он этим делом не занимался. А второе, вы знаете, всё главное, чтобы это было в рамках закона. Потому что когда даже нет заключения юридической комиссии по поводу вотума недоверия, то есть она должна была выдать заключение, потом депутаты должны были собираться, слушать правительство и принимать то или иное решение. То есть вы видите в этом тоже определённый ряд нарушений, я правильно понимаю? Я вижу в этом много вопросов. Вы меня спросили, я как депутат был в зале? Я был в зале. Вы отметили, что мы подписали соглашение с парламентским большинством. Да, мы его подписали. Но это соглашение по очень конкретному сегменту. Продвижение курса европейской интеграции, которым мы занимались, я в том числе в рамках правительства Лянко, занимались в течение периода, когда этим правительством руководил Юрий Лянко. Мы сделали очень много конкретных шагов, мы получили конкретные результаты от наших международных партнёров, я имею в виду и европейских, и западных партнёров. И мы решили, что Молдова в той ситуации, которая сейчас находится, безысходной ситуации, выжить не сможет. Необходимо продолжить курс на модернизацию страны. А модернизация может быть только в одном направлении, с нашей точки зрения. У нас два вектора, восточный и западный. Мы продвигаем западный вектор. Мы не хотим терять время для нашего государства, чтобы Молдова упала вообще на дно ямы, из которой мы не выберемся, и продолжить, даже в этой очень тяжёлой ситуации, продолжить курс европейской интеграции. Господин Киртуако, говорилось с людьми. Знаете, они не рассуждают такими категориями, каков будет курс, мы пойдём на запад или на восток. Господин Карпов, люди говорят очень просто. Мы не хотим выплачивать те деньги, которые правительство собирается повесить на наши плечи. Понимаете? И в отношении того, МВФ или не МВФ, вот сегодня, например, может для вас тоже станет новостью. Для меня, например, стало. Премьер говорит о том, что даже если бы не было требования МВФ, мы бы всё равно пошли по этому пути. Это правильно? Это нравственно? Это в корне неправильно. Но дело в том, что у нынешнего правительства нет никакой стратегии. Более того, попытка опять-таки вбить клин между двумя большими группами населения, якобы по геополитическому принципу, уже не работает. Многие участники нынешней предвыборной гонки просто этого не знают. Это опять уже тема выдохлась. Я думаю, можно вернуться к некоторым достаточно высокопоставленным чиновникам Евросоюза, которые говорят, ребята, займитесь Молдовой, восстанавливайте вашу страну. В Молдове есть достаточно денег, создайте условия для того, чтобы работала экономика. Мы за последние годы, и вот это нынешняя политическая, значит, братья, которые сейчас управляют этой страной, она проявляет это качество. Мы стали государственным клиентом. Мы попрошайки. Мы без конца просим или у Международного валютного фонда, или Европейский союз уже как бы немножко отошёл от молдавских дел, потому что то, что скандал с этим, с кражей, плюс ещё кражи вообще финансовой поддержки, которую оказывал Брюссель, Молдовы, десятки и десятки миллионов, естественно, заставил их просто из истории успеха, Молдова превратилась в Европе просто в какой-то кошмар. То есть речь, опять-таки, мы говорим о том, что правящее большинство... Я не поленился, прочитал весь проект, значит, выступления премьера Филиппа, который он должен был состоять сегодня. Они попубликовали на сайтах близких, естественно, правящей партии. Я прочла это обращение. Там же без конца говорится, вот эти нам дадут 80 миллионов, а те ещё 40 миллионов, а эти ещё опять дадут. Такое впечатление, что сидят какие-то бухгалтеры и думают, а с кого ещё можно получить денег? Ведь же так хорошо с 2009 по 2014 по 2015 мы же без конца крали. Были такие колоссальные откаты от всех этих денег. Вот это отсутствие стратегического мышления. В Молдове нет государственных мужей. Фактически политический класс деградировал до того, что попрошайничество вводит в ранг какой-то политики. И ставится, и естественно, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, что Международный валютный фонд не имеет и никогда не ставил перед собой задачи помогать нуждающимся бедным странам. Оно создаёт условия для экономического развития, макроэкономическая стабильность. И вот здесь смотрите, как хитро и подло поступают некоторые из руководства Диан-партии, когда тот же Канду, который объявляет, да, у нас есть 16 условий, которые выдвигает Международный валютный фонд. Мы сгруппировали, трат-татап, создаётся впечатление, что там настолько глубоко вникли, сгруппировали там вопросы бюджета, вопросы энергетики, социальных политик и многие другие. Естественно, это вопрос о ситуации в банковском секторе. Но он говорит, это всё конфиденциально. Мы ещё никогда не узнаем, пока договорённости не будут подписаны СМВФ где-то в октябре. Пока это на уровне экспертов. И тут же, и тут же, если вы видите, что правительство принимает такие оригинальные решения, вот бюджет, например, вы помните, как принимался бюджет прошлый, как? Точно так же. Правительство даже не считает своим долгом прийти в парламент и просто... Я немножко о другом. Я понимаю, что вы о другом, но я пытаюсь... Мы подходим к ключевому моменту, когда нынешнее правящее большинство, имея договорённость на уровне технических экспертов, выдаёт стремление превратить этот долг в 13,5 миллиардов долларов, то есть 13,5 миллиардов леев, взятых из валютных резервов Молдов, которая подорвала макроэкономическую стабильность этой страны и привела к определённым негативным процессам, якобы согласованной с СМВФ. И вот здесь, пытаясь прикрыться этой международной организацией, на самом деле решения будут приниматься на политическом уровне. Это исполнительный совет, а также руководство МВФ. И вот здесь среди 16 оказывается только один аспект. Можно открыть конфиденциальность и сказать народу. Народ, МВФ одобрил то, что ты будешь возвращать украденный нами же миллиард. Вот в этом цинизм, неимоверный цинизм и идиотизм этой ситуации. Поэтому очень многие вещи, то есть вот этот 7 законов, это всё опять-таки продвигается под соусом, что вот на нас давит Нью-Йорк, на нас Вашингтон поддерживает. Евросоюз всячески, значит, одобрил это всё. Это всё операция прикрытия, потому же по краже миллиарда, ничего более. Господин Карпов, вот вы согласны с тем, что этот долг ляжет на плечи граждан? Вот премьер, например, отрицает. А вы согласны? В какой-то степени я согласен. То есть вот это получается ложь. Секундочку, премьер, я зачитаю премьера, он говорит так. Следует в первую очередь понимать, что сумма долга уменьшается по мере возвращения активов и возврата денег украденных из БЕМ и двух других банков. Так что я уверен, сумма долга станет намного меньше. А господин Канду нас уверяет, что мы в два года можем справиться. Вы верите в это? Давайте я отмечу ещё несколько маленьких элементов, постараюсь коротко, по поводу решения, которые мы обсуждаем. Во-первых, для меня неясен вопрос, почему правительство не имело в виду конкретную форму возвращения денег через кролл из мест, где они находятся, тех украденных денег. Сейчас, несколько дней назад я читал, что кролл в каком-то сообщении заявил о том, что 600 миллионов долларов или евро следы этих денег были найдены. То есть примерная сумма этих денег, которые уже они знают, где находятся. Почему эта сумма не фигурирует где-то, как деньги, которые будут в бюджет возвращаться? Есть темпы в возврату миллиардов. У нас есть какие-то данные. Я для телезрителей их сейчас назову. В августе эти темпы упали до 1,73 миллиона в месяц. То есть темпы падают. И если бы мы людям достаточно честно сказали, как обстоит ситуация, то мы бы сказали, что такими темпами сумма будет возвращаться 50 лет. То есть я не знаю, откуда Канду мог бы взять эти два года, о которых он говорит. Но вот мы видим темпы, мы видим реальные цифры. Я еще не могу понять, может я не специалист, но я не понимаю, почему Нацбанк имеет доходы. В каждый год публикуется бюджет Национального банка, и там есть статья доходов, которые вливаются в бюджет Национального банка. Почему эти деньги нельзя использовать тоже как форма возвращения этой гарантии финансовой. Потом, почему процент за использование этих денег должен быть 5%. Нацбанк каким-то образом должен получать дополнительный доход с этих бюджетных денег, которые необходимо вернуть. И так далее. Есть множество вопросов. И я возвращаюсь к тому, что я вначале сказал. Здесь абсолютное отсутствие коммуникации. Ну уж если у вас отсутствие коммуникации, если вы партнеры коалиции, то что говорить оппозиции, которая пытается называть своих сторонников? Мы не представлены в правительстве. То есть все решения, которые принимались, они нас не затрагивают, и мы в этом не участвуем. Мне кажется, вам было бы гораздо проще, если бы ваша фамилия была среди подписантов за отставку пресса. Почему я не увидела там вашу фамилию? Ну, вам кажется, проще, потому что вначале вы говорили, что мы на стороне как-то большинства, а теперь проще меньшинства. Потому что вы именно на стороне большинства, а потом вы не подписываете эту инициативу. Давайте мы уточним еще раз. Мы партия, которая находится в оппозиции. Мы не участвуем в акте правительства. То, что мы делаем, это мы пытаемся возродить движение по модернизации страны, по модели европейского развития. Вот это мы будем делать. Многие считают, что вина, львиная доля, лежит даже не на правительстве Филиппа, а на правительстве Лянка. Он, господин Карпов, был активным членом этого правительства. Потому что именно при нем было проголосовано то самое знаменитое решение, которое передало деньги этим трем банкам. Как вы считаете, есть вина партии Лянка в том, что мы сейчас испытываем? Я сказал, что Лянка был вице-председателем, если не ошибаюсь, другой партии, либерально-демократической. То есть, если опять-таки очень точно относить, кто и какая партия какую вину на себя берет за то, что случилось. Мне думается, что фактически было два правительства, которые приняли секретные решения и воспользовались определенной ситуацией, когда парламент не был функционален. Это в случае, естественно, когда Юрий Лянка был главой Кабмина, и принято решение было одно, 9 миллиардов, по-моему, лев, и потом уже второе около 7 миллиардов, которые в совокупности привели к этой сумме. Но что важнее для меня? Потому что, я думаю, история все расставит на свои места. Придет время, когда каждый будет нести всю полноту ответственности за беспредел в этой стране. Ну, мне интересно, есть ответственность у правительства Лянка за эту ситуацию? А вы знаете вопрос, за что? И вот здесь, почему я обостряю именно этот аспект, уже укоренилось в общественном представлении, что кража миллиарда – это такая метафора, которая фактически обросла уже определенными какими-то там деталями. Из трех банков, как заинтересован Плохотнюк и вся команда, всю вину свалить на три банка, которыми и эти три банка свести к Банку Деэкономии, к Сбербанку, фактически Республике Молдова, оставим в стороне кражу этих 13,5 миллиардов лей через эти три фактически банка, которым управлял Илан Шор, и непосредственным патронажем бывшего премьера Филата. Вот она ситуация. То есть мы говорим о краже из Сбербанка, из Экономбанка, мы говорим о краже из двух коммерческих банков, акционеры молчат, видимо, они участвовали в этом во всем, но на самом деле основная масса денег были изъяты из валютных резервов. Даже эти вещи не так четко понимаются у нас в стране, потому что все забалтывается. Они все прекрасно понимают, когда правительство берет на себя ответственность, дает гарантии о том, что под гарантией выдаются государственные гарантии. Эти деньги, разве это не аргумент? Нет, подождите, то, что господин Карпов говорил, а кто же нес всю полноту ответственность за всю эту процедуру изъятия денег и три банка, которые в течение еще во времена Габурича, когда, по-моему, они еще чуть ли не только были уже в процессе ликвидации, они использовались как механизмы выброса этих денег за пределы Республики Молдова. Я вам скажу, кто несет ответственность. Я знаю, кто несет ответственность. Несет ответственность тот, кто ставит свои подписи. Ваша подпись там есть? Мы возвращаемся, подождите, мы возвращаемся. Я тоже скажу свои слова. Нет, мы возвращаемся, буквально последняя фраза. Предоставлю вам обязательно слово. Конкретные исполнители, принятие решений за подписью премьер-министров, Национальный банк, у которого было моментально на столе в тот же вечер, все суммы денег, которые переводились за рубеж, естественно, Государственная комиссия по финансовой банковской безопасности, опять премьер-министр из офиса, говорится, по долгу службу возглавляет, и, естественно, контролирующий орган, как Центр по борьбе с коррупцией и спецслужбы. Смотрите, сколько целый механизм, который фактически в курсе, что произошло. Передаю слово господину Карпову. Есть ли вина господина Лянко как премьера? Мы не судим здесь. Все, спасибо. Я поняла вашу позицию. Он принимал активнейшее участие во всей этой операции финансовой. Тех документов, которые вы видели, вам недостаточно, для того, чтобы вы... Он несет всю полоту ответственность за... Но, опять-таки, мы можем дать политическую оценку. Пусть в итоге, рано или поздно... Безусловно. Безусловно. Вот здесь даже спорить не стану. Давайте, чтобы объективно рассматривать эту ситуацию, надо посмотреть немного хронологию. Хронология, по-моему, следующая. Идет процесс деятельности этих банков. Наблюдает за деятельностью банков, согласно законодательству, Нацбанк. Видит все переводы денег выше, которые составляют больше... А, то есть Нацбанк виноват. Да, 100%. Но он не виноват. Он по закону обязан. Ну, дайте дойдем и до премьера. По закону Нацбанк мониторит и, если необходимо, принимает определенные решения по деятельности банков. Включая до изъятия лицензии. То есть он их может приостановить, контролировать и принимать любые решения, чтобы эти банки не нарушали законодательство. У нас есть, конечно, центр по борьбе с коррупцией, который имеет департамент по отмыванию денег, у которого указываются ежедневно все крупные, более-менее крупные финансовые операции. К чему мы пришли в 2014 году? Нацбанк и все структуры прокуратуры центров по борьбе с коррупцией до этого докладывали, что ситуация под контролем. В ноябре они пришли и сказали, что Нацбанк сказал крах. Если не будет дополнительных денег от Нацбанка, будет полный крах для населения. Что это значит? 500 тысяч вкладчиков Банка деэкономии потеряют свои вклады. Все, денег нет, ликвидности нет. Необходимо их спасти. Правительство Лянкой коллективным решением, то есть уноним, вот уноним, как сказать. Единогласно. Решила, да, выделить эту сумму денег. На следующий же день, что делает Лянкой? Говорит об этом публично и договаривается, чтобы в расследовании кражи этих денег были включены международные партнеры. И это компания Кролл, которая была приглашена Юрием Лянкой. Что происходит дальше? Я только слышала версии, что все звали Кролл. А это так было? Это было секретное решение, как премьер-министр мог выйти с каким-то заявлением. Второе, буквально маленькую деталь. Он пригласил Кролл. Все прекрасно знают, эксперты в банковском деле, что социальный капитал примерно на 30% состоит из депозитов, из бережений граждан. Все остальные деньги, это деньги из разных сделок и так далее, и тому подобные деньги тех же акционеров и от всех финансово-банковских операций. То есть, фактически, если верить тому же Шору, который утверждает, что не было, то есть примерно менее 500 миллионов долларов было украдено из трех банков, и вы делите их на три, то есть получается, что еще раз на три, что сумма, необходимая для покошения или для гарантии частным вкладчикам, сколько их там было, несколько десятков сотен тысяч, должна была быть в три раза меньше, чем то, что было украдено с сознанием дела. Да, Юрий Лянко может говорить, что я не был премьер-министром. Может быть, он замечательный депутат. Я был всего лишь премьер-министром. Я был всего лишь премьер-министром. Это нас же заставляет думать, а кто же был сзади, кто был кукловодом, указания которых, и который брал на себя всю ответственность и говорил, Юрий, все будет замечательно. Чтобы выяснить, кто был кукловодом, взял на себя Юрий Лянко, пригласив иностранных независимых специалистов. У меня вопрос. И выяснил Юрий Лянко, кто тот кукловод. К сожалению, в феврале политические круги, которые были в парламенте, отстранили Юрий Лянко от продолжения деятельности в функции премьер-министра. Это так было. И если вы вспомните, что было с Кроллом. После этого, правительство Стрелец, по-моему, после первого предварительного доклада Кролл, была длинная пауза для того, чтобы подписать второй этап расследования. Почему? Потому что вот эти структуры без Юрия Лянко пытались, по-моему, этот Кролл вообще удалить. Чтобы его не было. Но было давление. Ну что, господин Канду взял, он как раз и напечатал тот самый доклад. Что-то я геройства за господином Лянко не видела. Да какая разница? Понимаете, вы говорите, вот виноваты те, виноваты те, виноваты те. Господин Лянко тоже виноват, но не так виноват. Господин Лянко несет ответственность за все решения правительства, которые он подписывал. Я вспомнила хорошую украинскую пословицу, когда возвращается пастушок с пастбища и говорит, знаешь, мама, я на украинском языке эту пословицу расскажу, мама слухаю, все загубили своих телят. Скажу, боже, а ты? А я останний. Остание это последний, знаете. То есть мне это напоминает примерно сходное. Может быть, ваша история сходная или нет, я не знаю. Но то, что я знаю, это тот факт, что Юрий Лянко и наша партия борются за то, чтобы расследование по краже денег из банковской системы было доведено до конца. И если этим не смогли заняться национальные структуры, Юрий Лянко пригласил международных следователей. Что-то мне подсказывает, что международные следователи будут работать вне зависимости от того, какую позицию займет или не займет Юрий Лянко. Но одно я знаю точно, что то, что сделал Лянко, это он дал государственные гарантии. Он подставил не только вас, меня, господина Киртуак. Он подставил страну. Он не подставил, не понял. Секундочку, дайте мне сказать. Он подставил страну, потому что теперь каждый из нас будет выплачивать 10 тысяч, вы знаете, да? Подсчитали люди. И почему мы должны это сделать, это хороший вопрос. Я бы поняла, если бы увидела господина Лянко, протестующего перед зданием парламента. Что, кстати, сделали некоторые лидеры? Он должен был хотя бы немного осознавать свою вину. Но я этого не увидела. Что делает Юрий Лянко в предвыборной кампании, это другой вопрос. Мы можем об этом пообсуждать. Он рассказывает людям, что он был просто премьер-министром, и он был не виноват в том, что произошло. Вы знаете, вы используете вот это просто премьер-министром уже в таком чуть-чуть негативном плане, и даже как-то можно обидеться на это. А я не могу это использовать. Потому что он не сказал просто премьер. Он не сказал это. Возьмите запись телевизионной той программы и посмотрите. Он сказал, что Юан Фос-Дуар премьер-министру нужный прокурор. Вот что он сказал. Я вам предложил все-таки вернуться к заявлениям, сделанным нынешним премьер-министром. В своем вот этом тексте, который так и не был прочитан, где он говорит, смотрите, какая изощреннейшая логика или полное отсутствие логики. У меня такое ощущение, что фактически кто-то, есть какой-то мозговой центр, который пишет им всем, значит, марионеткам этого кукловода, и они просто-напросто зачитывают эти тексты. Посмотрите, какая логика, что смотрите, а что, если мы будем, он говорит о возврате, о том, что необходимо подписать договоренности с МВФ. И МВФ, видимо, желает, и у него ясная такая техническая просто задача, они абстрагируются от реальной ситуации в Молдове, чтобы обеспечить макроэкономическую финансовую стабильность в Молдове. Нужно эти деньги как-то во что-то превратить, украденные средства из валютного. И тогда правительство приходит с идеей о том, что об эмиссии ценных бумаг, которые фактически будут, мы будем потом выплачивать этот, как наш общественный долг. Господин Киртуак, а вы слышали заявление, секундочку, политиков, когда вскрылось? Я вас просто возвращаю к теме. Я понимаю, что каждый хочет говорить о чем-то, я уважаю, да, ваше желание. Но если вернуться, я вот хочу... О государственных интересах Молдовы. Да, а мы не можем сейчас говорить об отношениях с МВФ, потому что ни вы, ни я, ни Господин Карпов, мы не знаем тех самых 16 условий. Ничего подобного, они не меняются уже, по-моему, 3 года. Нет, неправда. Но есть нюансы. Конечно. А вы знаете, что самое главное? И Господин Киртуак, я вам скажу больше. У нас в каждой стране у МВФ особый, отдельный подход. Тогда давайте вернемся к тому, что МВФ примерно год назад и с поддержкой Соединенных Штатов Америки выдвинуло несколько дополнительных предварительных условий. Не эти 16, которые являются классическим подходом МВФ конкретной ситуации, в частности, и с учетом специфики Молдовы. И какие они были? Первое, борьба с коррупцией. Второе, это реформа юридической системы, и прокуратура была центральное звено. Это доведение до конца расследования по краже миллиарда. И хоть одно выполнили? И последнее, это наведение порядка в банковской финансовой системе. И хоть одно выполнило? Об этом я и пытаюсь вас подводить. Вопрос, почему? Когда это правительство и предыдущие правительства не собирались выполнять этих жестких условий, которые были полностью поддержаны Евросоюзом. Евросоюз отошел в сторону и сказал, да, мы готовы. Главное подписать СМВФ. Если вы выполняете эти предварительные условия, значит, мы открываем вам тоже перспективу финансирования, оказания экономической и финансовой помощи. Почему посол Соединенных Штатов заявляет, ничтоже суммявшись, уже после того, как было объявлено, что вот в октябре, что Молдова выполнила все предварительные условия, выдвинутое МВФ. А МВФ и слово не говорит об этих четырех. Вот это существенно. Потому что это говорит о том, насколько, какую колоссальную гибкость проявляет МВФ, когда необходимо поддержать некоторое определенное правительство, которое играет в определенные геополитические игры, особенно в такой непростой ситуации политической, которая существует в Молдове. Вот это существенно. Соглашусь, может действительно право Госфин Карпов. Вот чего люди сидят и мучаются, знаете, выходят на акции протеста, задают неудобные вопросы, знаете, говорят, что наши дети будут отвечать. Если все давно предрешено, вот наши чиновники едут за границу, и потом господин Лупу, и уже господин Канду говорят, ну, так нашу власть поддерживают, вот все так классно, замечательно, американцы говорят, боже мой, у вас такой прогресс, европейцы аплодируют, буквально хан, я понимаю, что с цветами бежал и говорил, ребята, в том же духе. Это все неправда. Я хочу поговорить об этом правительстве, даже не с точки зрения вот этого скандального, я считаю, решения, которое, на мой взгляд, еще будет иметь непременно определенное продолжение, потому что, если наш Конституционный суд, в принципе, хоть раз, да, поступит по совести, А наш ли это Конституционный суд? Ну, возможно, да, имеет право на жизнь. А вдруг президент господин Киртуак и не промульгирует? Вот скажут, ждали, ждали от меня поступка, а я вот под окончание возьму и не промульгирую, не возьму, вот грех на душу, чтобы каждый из моих потомков потом платил такие деньги. Но, даже не в этом дело. Вот смотрите, я хочу, чтобы вы оба согласились с таким тезисом. Работу правительства можно оценивать по нескольким критериям. Один из этих критериев – это состояние экономики. Вы согласны? Естественно. Конечно. Да, согласны. У вас есть данные о том, что у нас при этой власти? Как у нас экономические показатели? Конечно, есть. Есть, да? Можно я свяжу для телезрителей? Да. Да, давайте. Очень мне всегда интересует меня лично экспорт. Люблю я это дело, да, потому что мне говорит многое. Так вот, за январь и июль он сократился у нас на 7,5%. У нас есть замечательное соглашение о зоне со свободной торговли, со странами ЕС. И говорили, ребята, жить будем вот так. Что мы видим? У нас падение на 5,6%. Со странами СНГ на 24%, с Российской Федерацией на 13%. Вот я попросила, для меня специально вот эти данные подняли, к эфиру сегодняшней программы. Вы где-то увидели такие успехи, о которых говорят у нас в экономике? Господин Киртуак, вы что-то почувствовали? Во-первых, я бы вернулся к основному показателю, это ВВП на душу населения. Ну, имеет право и это, да. Имеет право, это основное показатель, потому что это совокупный рост экономического потенциала за определенный период. За первые полугодия 1,8%. Правительство Филиппа представляет это как какое-то достижение. Это полная стагнация, это застой. Вы совершенно правы, надо посмотреть по структуре, экспорта, импорта и так далее. На самом деле, действительно, экономика на уровне сельского хозяйства, на уровне промышленности, на уровне оказания услуг. Вот плачут, они уже про этот польский кредит говорить не хотят. Тем не менее, якобы, есть какой-то рост по сравнению с годом предыдущим, который был еще хуже, чем нынешний год. Я не видела роста, это вы видели. Это слова. Я говорю о том, что, в принципе, Молдова оставалась в состоянии полного экономического застоя. Инвестиции, ни государство не имеет денег, и фактически приостановлено инвестирование в Молдову в силу того, что не работает закон, в силу того, что мы захваченные государства, в силу того, что ни один бизнесмен, который приезжает в Молдову и готов инвестировать, не ощущает себя защищенным вообще этим государством в случае необходимости. И много-много других факторов. Есть определенные коэффициенты, муниусы и так далее. Мы на 144-м месте по доходу на душу населения. 144-й. Это, в принципе, мы приближаемся к последнему где-то 20-25% из более около 200 государств мира. Это о чем-то говорит. Я уже не говорю о том, что мы остаемся беднейшей страной Европы. У нас не так много времени. Вас убеждает, что экономическая ситуация в стране такова, что правительство должно честно сказать, не справляемся? В данной ситуации у меня не столько эта политическая игра в слова интересует, потому что политики думают сегодняшним днем и следующими выборами, то есть 30 октября. Меня интересует Молдова как государство, что должна сделать, какая необходима стратегия, чтобы выжить, выйти из этой кризисной ситуации и начать развиваться. А для этого нам нужны определенные... Я не жду, я понимаю, что у Молдовы еще есть какой-то шанс. Если нет, надо закрывать этот проект. Если бы господин Киртуак был депутатом парламента, вы бы проголосовали за отставку? Да, вне всякого сомнения. А знаете почему? Не торопитесь. Потому что этого правительства как не было, так и нет никакой стратегии. Они просто тупо ходят с протянутой рукой, собирают деньги и даже не знают толком, как их израсходовать. Вот это главное, а не то, что голосовал, не голосовал. Почему мы не голосуем? Убеждают аргументы господина Киртуака, что у нас ситуация в экономике, мягко говоря. А я сейчас вопрос свой еще заострю для вас, потому что вы, наверное, читаете данные опросов. Сколько у нас процентов людей недовольны ситуацией в стране, считают, что мы идем в неправильном настроении и власть наша вообще не справляется. Сейчас около 80. Нет, больше. Около 84. Ну, есть разные опросы, в зависимости от последних, которые были. Я, в принципе, два критерия вам таких предложила к размышлению. Вас они убеждают? Давайте все-таки я чуть-чуть хотя бы скажу свои аргументы. Мы, если собираемся говорить об экономическом росте, то мы должны ясно понимать, на какой основе мы предполагаем иметь такой рост. У нас в стране полная нестабильность. Политическая, финансовая... Дайте договорить, дайте договорить. А вы согласны со мной, что в прошлом году мы сменили Молдову три правительства? Три правительства, да? Вспоминайте имена этих премьер-министров и так далее. Да, кто уж не помнит. Это говорит о стабильности или нет? О каком экономическом росте серьезном мы можем с вами обсуждать, если при таком стечении обстоятельств наши экономические партнеры иностранные, они просто шарахаются. Отвечаю на ваш вопрос. Если бы каждый раз правительство менялось, его состав на 90%, я бы говорила, боже мой, пришли другие политические силы. Я как видела демократов в правительстве, так и вижу. Я говорю о нестабильности. А уже остались некоторые члены, не остались, это почти не важно. Потому что меняются партии, которые участвовали в разных правительствах. Некоторые были, некоторые ушли и так далее. Господин Карпов, я знаю, что все из этих правительств говорили о себе одно. Мы проевропейское правительство. Вот у нас было одно проевропейское правительство, потом второе проевропейское. Нет, мне не нравится, мне хочется про молдавского. А я хочу, чтобы молдавское правительство двигалось в направлении каких-то моделей, которые доказали свою состоятельность. А из моделей СНГ для меня не модель. Вы говорили о том, что у нас в Молдове все хуже и хуже с этими показателями. Вы говорили о том... И экспорт падает. Люди нищают, живут хуже, а мы все равно упорно говорим. Я вас не слушаю, но давайте и вы меня высушите до конца. Да, безусловно. Даже вначале вы отметили, что люди не хотят думать о геополитических каких-то векторах. Я с вами полностью согласен. Но при правительстве Лянкой в 2014 году мы имели американский проект на 260 миллионов долларов. Мы строили дороги и ирригационные системы. Неважно, но это тоже были проевропейские правительства. Просто мне пришлось достаточно поподчить, чтобы это решение было принято. Конкретное решение. Мы на 20 миллионов долларов отстроили евро, отстроили детские сады в Молдове. Мы выделили из той помощи международной автобусы школам, 100 автобусов и много других проектов. Говорить о том, что не надо ходить с протянутой рукой, я согласен, вы это отметили. Но партнеры, европейские и западные, они не имеют программ по протянутым рукам. Они имеют программы помощи партнерам, которые находятся в более слабом экономическом положении. Это относилось ко всем странам, которые вступили в Евросоюз. Будь то Балтийские страны, будь то Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия и так далее. Помощь была им оказана не как подача кому-то нищему, а как поддержка для того, чтобы поднять на уровень ожидаемых стандартов. У меня для вас плохая новость, Господь Карпов. Они у вас сегодня все плохие. Да, у меня для вас плохая новость, потому что мне жаль, что я какие-то вещи должна вам говорить. Неужели вы не понимаете, что вы, вот эти все правительства, о которых вы говорите, что вы подставили саму идею евроинтеграции? Потому что, да, теперь народ, он ее не воспринимает. Те, кто ворует, подставил это дело, их надо привести к правосудию. Вот что нужно. А вы помните идею EUJUST? А что вы скажете тем, кто говорит, что к правосудию должны не только представители Нацбанка, тех, кого вы перечисляли, но многие называют господина Лянко. Вот я вам хочу напомнить. А вы помните идею EUJUST? Это идея европейских судей и прокуроров, которые были бы направлены в Молдову на срок примерно три года, чтобы они присутствовали во всех судах без права принятия решений. Но чтобы они монетаризировали, помогали, не давали процессам выходить из-под контроля законов. Мы можем, мы погрязнем по этим деталям. И мы этого хотим добиться. Свинка, буквально одно слово. Я уже десятки раз, возможно, утверждал, я придерживаюсь этого же взгляда, он такой более стратегический, если угодно. Невозможно решить проблемы Молдовы в рамках этой системы. Эта система называется на самом деле захват государства. У нас даже не олигархическая система. Мы прошлись в исторически кратчайшие сроки. Мы сейчас погрязли в системе, которая называется клептократия. То есть это... А приглашение европейской миссии юристов, это является элементом борьбы с... Можно и прокуроров из Румынии, и китайских предпринимателей, кого угодно. У нас сидела эта дама. Вы услышали хоть один результат? Это тоже проявление вот такого менталитета клиента. Мы все ждем, что кто-то придет и решит за нас какие-то вопросы. Ни один вопрос не решится, ни с экономическим развитием. Мы даже перестали быть демократией. Мы 25 лет... А мы были? Подождите. Мы были на самом начальном пути. Здесь нужно... Вы меня представите как политолога. Как политолог я вам скажу, что мы были на самой начальной стадии демократических реформ. Называлась избирательная демократия. Худо-бедно даже при партии коммунистов работала электоральная машина. Фактически люди были уверены в корректности, скажем, результатов этих выборов и так далее и тому подобное. Сейчас уже при захвате практически всех институтов государственной власти фальсификация результатов начинается за несколько месяцев до выборов. Можно приглашать, как вы говорите, сотни и тысячи наблюдателей из Европы и Соединенных Штатов. Они будут констатировать результаты, уже сфальсифицированные результаты выборов. И это ничего не меняет. Знаете почему? Потому что Плохотнюку нужен свой президент. И он все сделает, чтобы никто другой фактически не был избран на эту должность. По простой причине. Президент выдвигает кандидата в должность премьер-министра. Это означает вся экономика. И генпрокурор это его безопасность. Премьер это. Ну и плюс нацбанк и все остальные. Это уже идет в пакете, как говорится, в тех институтах власти, которые обеспечивают им бесперерывный процесс ограбления этого народа. Это система. А мне хочется сказать другое. Знаете, Гасенкарпов, мы вот тут власти, от вас я все время слышу, евроинтеграция. Вот они вообще как говорят, так должны делать. Но я вижу другие моменты. Как только начинают нас критиковать, вот американского посла, вот сказал он, что думает по поводу Молдовы и Румынии, так тут же все так возбудились, сказали неправда и вообще вот в отставку потребовали. Говорят европейцы, что мы не хотим слышать. Говорят, вы вмешиваетесь в наши дела. Мне кажется, нельзя уже прятаться за этим знаменем евроинтеграции. Нужно честно признать, что у нас происходит. Для меня очень... Ну как не прячется? Мы не прячемся, мы машем и мы судорожные. Мы машем флагами, правильно. Но для меня... Уже некоторые в полуобмороке, да? Ну все равно. Для меня очевидна разница в условиях жизни в европейских государствах для гражданина тех государств и у нас. Или в этом восточном всем ареале. Для меня очень очевидно, что там есть стандарты для достойной жизни. У нас их нету, а к востоку их никогда и не было. Это ваше мнение. Левые партии говорят по-другому. Например, то, что сейчас происходит в Евросоюзе, мне неловко вам говорить о Брекзите и всех остальных вещах. Вы прекрасно это знаете. А что скажите? Что Европа на сегодняшний день переживает непростые времена для вас? А какой евразийской интеграции мы можем говорить, как альтернативный проект, если ее не существует? Я говорю о том, что людям пудрят мозги евроинтеграции. А партия социалистов не пудрит мозги этой евразийской Когда я приглашу представителя партии социалистов, он вам расскажет, пудрит ли он вам мозги. Вы расскажете, пудрите ли вы им. Вы очень четко рассказываете против европейской интеграции. Но таким образом у вас есть позиция, с которой я спорю. Ну это ваше мнение. Вы можете с ней спорить столько угодно, но мы говорим о евроинтеграции. Мы спорим по не совсем реальным, скажем, вещам. У Молдовы нет в ближайшем перспективе, как минимум 10 лет, в силу Рады обстоятельств. Есть ситуация в самом Евросоюзе. Брексит, как Брексит, фактически у Евросоюза есть возможности как бы прийти в себя и перегруппироваться. Но у них есть внутренние проблемы. То есть станут они структурой, будут у них, то есть типа конфедеративной, будет у них совместная армия, будут ли вопросы безопасности. Будут они игрок. Правда? Ну по большому счету они нам дали шанс. Этот шанс был в восточном партнерстве, где мы были чуть ли не... Когда были другие времена. Мы фактически, что мы сделали, это была полная профанация. И как помощь Евросоюза. И до того дошло, что понятие Евросоюз сейчас фактически евроскептиков за последние пару лет на 30-40% больше, чем в самом начале самого процесса евроинтеграции. И когда у нас была возможность показать хорошие результаты, и мы были так называемой повестей де сукчез, и тогда были партии левого толка, которые все делали для того, чтобы Молдова не двигалась в том направлении. Все для того, чтобы доказать, что эта европейская интеграция плоха для республики Молдова. Я в другом. А мне просто так от вас сама постаралась это показать. Знаете, только по-моему аппозиционщикам все вместе. Если собраться, да. Мы очень часто махали не только знаменем Евросоюза, но и бумажками, подписанными, которые не было ни способности, ни талантов, ни желания у многих чиновников вообще их на практике реализовывать. Задача была не в том, наш путь важнее, говорил великий учитель, чем цель. Евросоюз может стать реальностью при стечении многих обстоятельств, которые от нас не зависят. Но путь реформа. Мы говорим о стратегическом пути развития Молдовы. Да, мы говорим о евроинтеграции, а господин... Говорите о выборах. Мы можем на дебаты вас приглашать. Я вот, кстати, через вас приглашаю господина Лянко. То, о чем вы говорите, я предоставлю ему возможность рассказать. Что-то он как-то не очень так смотрю на приглашение нашего канала отвечает. Ну не знаю, давайте посмотрим. Вся страна будет наблюдать. Я хочу вернуться все-таки к теме правительства. Вот смотрите, этот вопрос намеревают поднять еще раз. Намеревают еще раз, намереваются, значит, партия социалистов ЛДПМ и партия коммунистов Республики Молдова еще один вотум недоверия выразить этому правительству. Я не знаю, возможно, им хватит совести, они придут все-таки и хоть объяснят, почему они так поступают и что ими двигало. Не знаю, но мы много говорили о том, что вот какие должны быть стандарты, куда двигаться. Скажу вам одно, давайте никуда не двигаться, давайте закон выполнять. Потому что то, что сейчас закон не выполняет ни правительство, извините, то, что происходит сегодня в парламенте, они же первые главные нарушители. Это непоколебимое мое такое вот убеждение. Я бы призывала вас к этому. Спасибо. Это у нас была премьера, мы с вами поговорили, у нас был с вами интересный разговор. Могу сказать так, что Анна Реда Бальзак очень хорошо сказала о принципах. Обстоятельства переменчивы, принципы никогда. Желаю, чтобы у вас ваши принципы оставались вашими, чтобы вы следовали им всю жизнь. Спасибо вам большое. Спасибо. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова